Приветствую вас! Для начала было бы хорошо, если бы вы написали, кто вы все-таки и как нужно работать вам. Если вы учители и работать нужно вам с ребенком в контексте обучения, то это педагогика в большей степени и вряд ли вам помогут все рекомендации, которые я вам скажу, которые я вам дам. Пожалуй, вам как учителям следует понять, что подобное дверянное поведение у школьников всегда некое такое мударство против системы, против установок, против взглядов, против мнения, и дверянное поведение это всегда непризнанность. То есть человек чувствует, что его не принимают таким, как он есть, и он как бы отчаивается, что его поймут и начинает вести себя иначе. И, соответственно, вам как учителям, если вы учитель. Ну и на ребенку так бы вам больше удивлять внимание, раскрыть его возможности, да, чтобы, соответственно, он увидел, что у него что-то получается, и тем самым простимулировали бы его к тому, чтобы он все-таки двигался по общепринятому пути поведения, да, а не по отклоняющимся пути. Трудить вам именно как, вот именно как учителю именно такие рекомендации, да, то есть больше внимания учеников такого рода, больше, может быть, поддержки им в плане обучения, больше подбадриваний, больше доверительных отношений, и понимания и принятия их поведения на первых порах, особенно на первых порах, чтобы дети такого типа обладали к вам определенным доверием, что очень важно. И обучение, 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 чтобы ребенок увидел, что у него получается, и он тогда волей-неволей начнет чувствовать, что его поведение, оно, ну, изначально, оно не очень правильное. Вот. То есть вы, по крайней мере, дадите ему возможность выбирать. А на данный момент такой возможности у него нет выбора. Так, по крайней мере, он думает, и так, по крайней мере, есть в его реальности. Если вы сами являетесь психологом, то я рекомендовал бы вам вспомнить понятие зона ближайшего развития для ребенка, что это такое, и зона вариативного развития, что это такое. И подумать в данном случае, чем зона вариативного развития для ребенка выгоднее, чем зона ближайшего развития. Какие мотивы, какие обстоятельства двигают ребенком в направлении такого поведения, двигатного поведения? Что заставляет? Что он находит в нем? Какие свои проблемы он решает? И помочь ему эти проблемы решить. В первую очередь, ему все-таки нужно именно понимание, ему нужен друг, ему нужен человек, которому он может довериться, причем более старший человек, которому он может довериться, который при этом его не обсудит, который будет его понимать. И через доверие, через понимание вы сможете увидеть его проблемы и пытаться их решить. И тогда мотивов для того, чтобы придерживаться до реального поведения, у него будет меньше мотивов. И человек может постепенно, постепенно выравниваться, выправляться, и насколько это для него возможно, в зависимости от его ситуации, от его личности и качества, от его коммуникационных способностей, от его уровня социализации и от его идеалов, он сможет вернуться в привычное русло своего поведения. Отдельно нужно пригласить родителей и поработать с родителями. То есть результат воспитания родителей именно такой, что ребенок с отклоняющимся к поведению. И родители, как первоисточник данного поведения, являются и условиями данного поведения. И если родители ничего делать не будут, никак не будут меняться сами, то и ребенок тоже меняться не будет. Как бы вы с ним не работали. Ну да, вы можете, конечно, завоевать авторитет, а ребенка вы можете заставить его прикручиваться к себе, но, во-первых, это будет долго и тяжело. Во-вторых, все-таки он проводит больше времени с родителями в любом случае. Нужно, то есть такая вот двухсторонняя работа. С одной стороны вы, с другой стороны родители семья. Только так. И вот в зависимости от того, как вы для себя эти аспекты скоординируете, в зависимости от того, как вы сможете организовать свою работу в данных направлениях, сможете ли вы стать для детей подобного типа другом, а не учителем и наставником. Вот в зависимости от этого у вас и будет успешность в работе. Итак, еще раз. Рекомендую вам посмотреть зону вариативного и зона ближайшего разбитого, что это такое. И в этом направлении работать с ребенком. В данном случае это очень важный аспект. Не отменяя вот того, что вам порекомендовал мой коллега, да, про игровые техники, про игровые методики и так далее. Все-таки этот момент тоже очень важен. Потому что, ну, сам термин, девиантное поведение, всегда идет с, ну, рядом идет другой термин. Термин, как бы, социально обратное, социально одобряемое поведение. И поскольку это всегда очень субъективное, что есть девиантное, что есть одобряемое поведение, ну, нужно с этим разбираться. Причем разбираться конкретно с каждым человеком. И если ребенок подросток, то следует учитывать еще и ярко выращенную, ээээм... Групповую ценность в этом возрасте. То есть именно подростки начинают стремиться к группе, к членству в группе, для того, чтобы чувствовать себя более значимыми. Опять же, если они не чувствуют себя таковыми в обычной жизни. Да, вам на основе группы, на основе образований, подростков, можно будет выделить те моменты, к которым стремится ребенок, что он хочет получить. Но без работы с родителями, без работы с самим ребенком, без налаживания с ним доверительных отношений, у вас не будет сколько-нибудь удовлетворительного результата. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!